Я родился на улице Стасовой, жил точнее долго, это самый большой город, в городе был рынок на энергетиков, поэтому я рядом всегда был, всегда смотрел, ходил машины, мне было это интересно, моя любовь, наверное, к машинам, она с детства. Первый раз мама меня посадила за руль, наверное, лет в семь, я там начинал ездить, по-моему, копейка была, начинал на ней, ну, какие-то уроки брал, мастерства. Ну, и, в принципе, наверное, моя любовь к автомобилям, она все-таки пересилила всякие остальные бизнесы. Было в районе 70% личных средств и 30% привлеченные в банки. Я пришел, когда в бизнес, я ничего не понимал, я учусь и стараюсь учиться каждодневно, что-то воспринимаю, как учение, любой совет, и, наверное, езжу на много тренингов, советую всем это делать, потому что без этого никуда. Новый мир идет вперед, и каждый день что-то новое происходит, и люди есть хорошие тренера, которые понимают в бизнесе больше, чем мы, и советуют хорошие советы, так скажем. Мы открылись, самый кризис, поэтому, ну, хотя даже не проблема, а я понял, что кто может работать в кризис, тогда кто не может, поэтому остались лучшие. И сейчас мы три года подряд дилер номер один в Санкт-Петербурге по продажам, а дилер номер один два года подряд были в России, нам присуждали премию от Mercedes-Benz Rus, поэтому мы работаем, идем вперед. Этот салон нам обошелся 220 миллионов на те деньги, ну, это рублевые деньги, это на 2007-2008 год. Вот, бизнес-план, конечно, писался, бизнес-план был рассчитан на пять лет, но мы его перевыполнили, мы вернули, возврат инвестиций был в три с половиной года. Вторая очередь авангарда строится, большой комплекс 15-тысячный, туда приходится вкладывать много денег на строительство, и приходится использовать банки. Нынешний кризис, ну, переживаем, живем, в принципе, тяжело, просадка по продажам в районе 30%, ну, стараемся держаться, что-то делаем, пытаемся и выживаем. В апреле этого, ой, 16-го года мы откроем второй авангард, он будет 15 тысяч. Этот авангард будет перепрофилирован либо в другой бренд, либо останется под БО автомобилей и сервис автомобилей старше пяти лет. Если не ставить себе никакую цель, то и ничего не добьешься. Конечно, хочется, чтобы... Мы и сейчас номер один в городе, и поэтому выше некуда, но расширяться. У нас есть в планах еще один салон, строительство салона на Парнасе, это Мега-Икей, у нас там есть место, идет проектирование, и, наверное, в 17-м, в 18-м году мы откроем там еще один автосалон. Партнер мы с ним... Он тоже из бывших хоккеистов, но не пошел. С молодежной команды он ушел в учебу, поэтому учился. Ну, мы дружили, вместе росли в одном дворе, в принципе. Поэтому такая дружба, наверное, старая. Со спорта у меня осталось много друзей, и имя, наверное, немножко работает на меня. У меня много было поклонников, и они стали не только поклонниками, а моими клиентами, друзьями, и я их всегда рад видеть здесь. Спорт, наверное, научил держать себя в руках и не давать волю эмоциям, потому что в бизнесе, думаю, эмоции, наверное, должны быть, но не настолько яркие, как в хоккее, когда ты можешь что-то выплеснуть и дать кому-то в лицо или подраться. Но здесь такого нет. Сейчас хочу взять уроки гольфа, начать играть в гольф. Можешь сделать новое себе хобби. Положительно отношусь к путешествиям, и много путешествую, но так как дети учатся в школе, сейчас не так это часто происходит, либо на каникулах, либо опять на каникулах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова